Маленькие люди с большим сердцем. Они уверены, что тёплый привет от земляков приободрит защитников Отечества, которые стоят на передовой на защите прав и свобод людей. Дети очень ответственно подошли к такому мероприятию. Они рисуют от чистого сердца, с инициативой, с энтузиазмом. Они уже представляют, как эти солдаты открывают эти письма, видят, они знают, что они обрадуются, что это повысит их боевой дух, они станут смелее и не будут грустить о доме. Сначала ребята изготовили открытки, а потом написали в них простые и тёплые слова, которые так необходимы и важны сейчас солдатам. Во время творчества каждый юный художник уже представлял своего адресата. Тогда должен быть в зелёной футболке, в зелёной кепочке и в чёрных штанах. Чёрный должен быть смелый, храблый и весёлый, чтобы он знал, что это открытка от меня. Они будут лады, храблые, они будут нас спасать хорошо. И очень хорошо они будут, думаю, что с ними волны и люди. Всего за 40 минут 15 дошколят изготовили около 20 открыток, которые в ближайшее время доставят на передовую российским солдатам. У меня там наклеены звёздочки и вершинская лента. Я хочу отправить это солдату, чтобы он чувствовал доброту и чувствовал себя не одиноким. Написал внутренне «За победу» и моё имя написал. И траву вот здесь нарисовал немного. Я нарисовала там звёздочку, родственские ленты, разрисовала звёздочку, нарисовала там букву «Н», написала «Спасибо вам, что вы там защищаете нашу страну». Письма с тёплыми словами, полные искренних детских эмоций, станут для солдат доброй весточкой и благодарностью за мирное небо, которое они защищают. Напомню, мероприятие «Письмо солдату» проходит в рамках акции «Мы вместе». К ней могут присоединиться все желающие. Алла Ислаева, Данила Индюков, Новости Губкинского.